Здравствуйте! Раз вы смотрите это видео, то наверняка задумались о создании своего маркетплейса. Например, доски объявлений или биржи услуг. Это интересная, но непростая задача, которая требует и времени, и денег. Конечно, многое зависит от выбранной вами платформы. Например, будете писать в ее с нуля или использовать готовое решение. Но об этом чуть позже. Мы подготовили детальный чек-лист, для того, чтобы вам помочь понять, на каком этапе вы сейчас находитесь и какие действия вам нужно сделать, чтобы развивать свой проект дальше. Скачать его вы можете по ссылке в описании к этому видео. Ну а я расскажу вам о всех базовых шагах. От выбора ниши почти полностью зависит успех или не успех проекта. Она может быть как максимально широкой, как у Авито, у ЛХ, или максимально узкая, например, биржа поиска строителей. Занять хоть какое-нибудь значимое место в широкой нише будет очень тяжело, так как вам придется конкурировать с абсолютным лидером рынка. А у него большие ресурсы на разработку, на пиар. А очень узкая ниша может не собрать критическую массу пользователей и трафика. Соответственно, ниша должна быть такой емкости, чтобы количества потенциальных пользователей хватало вам для успешного развития бизнеса. Как только вы определились с нишей сайта, можно переходить к непосредственно его созданию. Здесь возможно два пути. Либо писать все с нуля, либо использовать готовое решение. Помочь с выбором может три критерия. Это скорость, цена разработки и ее качество. Разработка с нуля – это практически всегда долго, дорого и зачастую с непредсказуемым результатом. Кроме того, вы жестко привязываетесь к одному разработчику, который, возможно, будет не готов поддерживать ваш проект долгими годами, тем более если вы подключаете фрилансера. Основное и, пожалуй, единственное преимущество такого подхода – это индивидуальная разработка, как по функционалу, так и по дизайну. Здесь главное помнить, если у вас недостаточно опыта в разработке таких проектов, то, скорее всего, вы можете упустить очень много важных деталей, и их придется доделывать уже по ходу работы проекта. В случае использования готового решения вы экономите время и деньги, а также сразу увидите более готовый результат, от которого можно оттолкнуться. Даже если у вас есть какие-то идеи по индивидуальным доработкам, которые должны отличать вас от конкурентов, то все равно должны быть какие-то базовые функции, которые встречаются во всех биржах услуг или досках объявлений. Выбирая готовое решение, также обращайте внимание на качество исполнения, возможность доработок, а также оптимизацию под высокие нагрузки, так как Marketplace – это такой проект, где без большого количества объявлений и пользователей невозможно нормально зарабатывать. Основной минус готового решения – это относительно стандартный дизайн и функциональность, но которые легко решаются за счет плагинов и тем. Но в любом случае готовое решение помогает вам сэкономить деньги и время, что критически важно для быстрого запуска проекта и проверки его жизнеспособности. Бизнес-план нужен для оценки своих финансовых возможностей и будущих расходов. Кроме издержек на CMS, вам еще понадобится SSL-сертификат, хостинг. А на определенном этапе развития проекта вам понадобится SEO-специалист, интернет-маркетолог, сис-админ, копирайтер и еще много-много разных расходов. Главное, что они не будут для вас сюрпризом, поэтому этот этап очень важен. Но вот мы уже подошли к этапу установки и настройки сайта. Домен может быть абсолютно любым. Главное требование – это то, чтобы он на слух хорошо читался и произносился. А вот требование к хостингу очень зависит от выбранной CMS и планируемых нагрузок на сервер. Обратите внимание, что для некоторых стран существует ограничение на законодательном уровне. Так, например, для России есть требование хранить данные пользователей на серверах, которые физически находятся на территории Российской Федерации. Принимайте это во внимание, иначе если ваш сайт попадет в черный список, то будет заблокирован. Установите SSL-сертификат. Они бывают как платные, так и бесплатные. Так как это очень важно для сайтов, которые собирают персональные данные пользователей и проводят через себя оплату. После установки сайта на сервер, настоятельно рекомендуем его закрыть от публичного просмотра. То есть пока он не настроен, данные туда не загружены, он должен быть закрыт от индексации поисковиками. Иначе, если он проиндексируется в втором виде, придется выжидать несколько месяцев для переиндексации и исправления кармы. Если ваш сайт будет пустой, то в нем просто не будет пользователей. Это классическая проблема курицы и яйца. Чтобы появились продавцы, на сайте должны быть покупатели. А чтобы были покупатели, на сайте должны быть продавцы. Эту проблему можно решить с помощью своего контента или контента донора, предварительно с ним договоривших. Ну или использовать парсинг. Оптимизировать сайт под поисковые запросы очень важно, так как это будет основной канал трафика. Для этого вам нужно составить семантическое ядро, то есть все слова и словосочетания, которые пользователи вводят в Яндекс или Гугл, чтобы найти услуги или товары на вашем сайте. В соответствии с семантическим ядром, в панели управления сайта вам нужно настроить все типы страниц, их содержимое, тайтлы, дескрипшнс и ключевые слова, которые будут видны поисковым системам. Отдельно внимания стоит уделить региональной привязке, то есть использовать макрос региона для того, чтобы выводить его в разных частях сайта. Например, для того, чтобы получить заголовки типа «Продажа домов в Киеве». Обратите внимание также на склонения, чтобы система их правильно отрабатывала. На сайте должен находиться правильно настроенный файл robots.txt, который дает поисковым системам указания, какие страницы нужно проиндексировать, а которые нельзя. Чтобы ваш сайт не понизили поисковые выдачи за некачественный контент или технические ошибки, его перед запуском нужно отдать на проверку SEO-специалисту. На предыдущих шагах вы дополнили и настроили сайт. Теперь нужно посмотреть на него глазами ваших пользователей, то есть зарегистрироваться, добавить какое-то объявление и тому подобное. Причем это нужно сделать не только на десктопе, но и на мобильных устройствах. Если же вы используете готовое решение и не делали никаких дополнительных доработок в систему, то в принципе можете пропустить этот шаг и положиться на качество самой системы, так как ее используют тысячи пользователей и, соответственно, ее тестируют. Ну вот, когда сайт полностью готов и наполнен, его нужно открыть полностью для всех пользователей, а также добавить на сайт счетчики аналитики и не забыть подключить Яндекс.Вебмастер и Google Search Console для ускорения индексации. Чтобы ваш проект был прибыльным, его ценность должна быть очевидна и известна вашим пользователям. Очевидность ценности и ледовских объявлений достигается за счет контента и ее пользователей. Чем больше у вас качественного контента и платежеспособных пользователей, тем выше ценность самого проекта. А вот известность можно достичь как за счет сарафанового радио, когда пользователей уже много, так и за счет рекламы. Но здесь вариантов очень много и все зависит от вашего бюджета. Ура! Вы запустили свой маркетплейс. Но работа продолжается. Модерация пользователей, объявлений, создание резервных копий – все это должно делаться регулярно. Как видите, просто создать сайт недостаточно для успешного запуска бизнеса. Но использование готового решения может значительно ускорить этот процесс, при этом сэкономив кучу времени и денег. Не забудьте скачать расширенный WS-очек листа по ссылке в описании. Ну и удачного запуска!